Доброе утро, дорогие друзья! У нас же как неожиданно появились перед нашими очами. Итак, дамы и господа, финальный этап Кубка Мира по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске с 14 по 21 марта 2016 года. Завершение большого биатлонного сезона ознаменуется проведением шести гонок среди мужчин и женщин в трех дисциплинах. Спринт, пассьют, гонка-преследование и массовый старт. Нынешний этап Кубка Мира пройдет в Ханты-Мансийске в последний раз перед двухлетним перерывом. Поэтому мы с особым вниманием и ответственностью относимся к удобству и комфорту работы всех участников соревнований технического персонала. Ну, в последний раз это вопрос открытый пока, да. Об этом мы, кстати, поговорим с нашим гостем, исполнительным директором оргкомитета финального этапа Кубка Мира по биатлону Валерия Младченко. Валерий Михайлович, доброе вам утро. Здравствуйте. Ну что, начнем, пожалуй, с сегодняшнего дня, 14 марта. Сегодня соревнования не будут, они стартуют только 17 числа, правильно? Но сегодня состоится заезд. Будет ли возможность у болельщиков, фанатов биатлона прийти и поприветствовать приехавших спортсменов на эти соревнования? Не то, что будет, а мы их приглашаем. Мы хотели бы их пригласить после не очень удачного выступления сейчас в Норвегии, в Холмин-Коллине, где мы не получили ни одной медаль, не завоевали. Поэтому я думаю, что поддержка болельщиков ханты-мансийцев будет очень необходима нашим ребятам и девчонкам. Когда прилетают чартовные рейсы? Во сколько можно будет? Первый рейс прилетает с российской сборной, основной сборной это Россия, Франция, Германия, руководство АБЮ в 17.20. Следующий рейс в 19.21. Грузовой чартов прибывает в ночь с пол первого. Планируем, ожидаем. Ну, грузовой чартовый рейс не обязательно встречать, а вот спортсменов поприветствовать, я считаю, нужно гостей нашего праздника спорта. Скажите, пожалуйста, ну вот ревизия прошла, все готово. Как сейчас? Как погода? Вмешивается ли в планы проведения? Да, позавчера прилетел вице-президент Союза Безопасности России Вадим Иванович Мелехов, ответственный от федерации за наш этап в ханты-мансийске. Оценил по достоинству подготовку, но вчерашняя погода несла некоторые коллективы. Сейчас буквально через полчаса пройдет совещание исполнительной дирекции и Союза Безопасности России. Мы сейчас выйдем на трассы, посмотрим, я думаю, что немножко поднадуло там иголки ветки. Все ждали потепление, а тут на тебе. Да, минус 21. И еще ветер, да такой сильный, что... Ну, я не думаю, что это создаст какие-то проблемы. Вся техника, в принципе, на ходу, профессионалы высочайших класса работают, поэтому я думаю, что в течение сегодняшнего дня это все будет устранено. И мишенные установки, одним словом, все оборудование не готово? Да, ревизия прошла вообще все. Все оборудование прошло на ревизию, потому что есть контракты с Союзом биатлонистов Альсайби Юс, фирмы, которые занимаются установкой мишенами, это финская компания Курвинен, поэтому все ревизии пройдены, поэтому не вызывайте каких опасений. Многие планировали этот праздник провести в Ханты-Мансийске. Скажите, как сейчас обстоит ситуация с билетами? На субботу-воскресенье на Северную Южную Трибуну билетов нет. Но есть билеты еще немножко осталось на разворотной стакаде и северо-восточной трибуны, которая немножко подальше. На четверг и пятницу билеты это на женский спринт и на мужской билеты еще есть. Билеты продаются на объектах Югра Мегаспорт и с завтрашнего дня непосредственно на биатлонном стадионе будет открыта торговля уже в кассах там с утра. Приглашаем жителей Ханты-Мансийска все, что есть еще готовы. Жители и гостей нашего города, ну вдруг кто-то не планировал, собрался, приехал, билетов может быть не хватит. Можно будет просто на трассу? На трассу, пожалуйста, оборудованное место на трассе. Мы ожидаем на трассе где-то порядка двух с половиной-трех тысяч человек. Перед центральным входом можно зайти со стороны арены Югра, можно зайти с центрального входа. Там везде есть указатели, есть деревянные настилы, которые вдоль трассы можно посмотреть гонку непосредственно. Я думаю, там эмоции те же самые, что и на стадионе, правильно? Скажите, вот в этом году год объявлен в Югре годом детства. Мы знаем, что многие средства массовой информации уже сообщили, что приедет детская делегация как-то особенная. Что вот готовится, кто эти ребята? Ну это в честь 85-летия Югры. Наталья Владимировна Комарова пригласила 85 детей из Ямала, которых мы с нетерпением и удовольствием ждем. Это подростки? Это дети. Которые занимаются биатлоном, да? В том числе и биатлоном. Но это уже по усмотрению Ямалов, там они будут решать. Да, там несколько детей с каждого муниципального образования. В итоге будет 85 человек, мы их ожидаем 16-го числа. Они посетят все гонки. Плюс 17-го числа будет мастер-класс с трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Лисовой. Будет мастер-класс с олимпийским чемпионом Кашкаровым. И, может быть, кто-то из наших сейчас действующих примет. Может, Алексей Волков. Ну как, сейчас завтра будем с ним разговаривать. Мы, кстати, сейчас уже перешли к рассказу о том, что какие почетные гости приедут титулованные, да? Просто легендарные. Начиная с Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион, то, что сказал Лисова. Абсолютный чемпион мира, пятикратный чемпион мира Володя Драчев. Ну, легенды, легенды. Тренеры, путеров, масса-то олимпийских чемпионов там. Ну, просто надо следить за новостями, которые появляются на сайте. И вашим эфиром. И за нашими эфирами, разумеется. Будем рассказывать, показывать, приглашать в гости. А сколько вообще гостей ожидаем мы в этом году на биатлон? Есть же прогноз? Ну, прогноз такой, что мы только через исполнительную дирекцию обработали около 700 заявок, подали на получение визы иностранными гостями. Но это не считая тех людей, которые уже имели российскую визу. Плюс, ну, с учетом того, что были проданы первые там пять дней три тысячи билетов, мы понимаем прекрасно, учитывая менталитет, что это были куплены людьми из Российской Федерации, это не ханты-мансийцы. Поэтому вот мы как бы в пределах тридцать с половиной тысячи ожидаем с Российской Федерации, не с ханты-мансийского округа, и порядка там тысячи, может, полторы тысячи иностранцев. Это иностранцы. Ну что ж, я уверен, что ханты-мансийский в очередной раз порадует и гостей нашего города. Ну и вопрос, в принципе, с которого мы начали, говорят, что этот биатлон последний. Я вообще не люблю слово последний, тем более как офицер флотский, это слово крайнее. Поэтому будет двухлетний перерыв, уходят на, два этапа Кубка мира уходят на жемчужины Сибири. Чеменская. Но, тем не менее, у нас сразу после Кубка мира, через день чемпионат России, сразу спортивная элита, первого числа, второго числа Егорский международный марафон, где тоже автономное учреждение в рамках спорта является исполнительным комитетом. Ага, организатором, так. После этого, на следующий год у нас чемпионат России полностью, и спринт, и классические гонки все. У нас тоже в Ханты-мансийске. Елена Вяльбе, президент Федерации, трехкратно-олепийских чемпионок подтвердила все это. Так что у нас не будет пустовать центр зимних видов спорта, следите за календарем соревнований, приезжайте. Обласа, слэдж-хоккей, Кубок мира по боксу, ММА, и еще почти 400 мероприятий кружного масштаба во всех муниципальных образованиях. Ну что ж, вы отлично. Осталось сказать, что церемония закрытия состоится как 17-го числа, правильно? Закрытие церемонии состоится в 20.30 в КТЦ, 15-го числа. 15-го в Европластик, то есть завтра. Закрытие состоится непосредственно в стадионе, это по пожеланию спортсменов, руководства ИБЮ, связанных с тем, чтобы это все попало в телевизионную картинку. Ну, действительно, чтобы камеры не переносить. Чтобы сразу после окончания будут вручены большие хрустальные кубки победителям в абсолютном зачете, плюс национальным командам, которым победят. И пожелание, учитывая то, что еще ранний вылет будет, и четырехчасовую разницу во времени с Европой, поэтому один самолет в Твосло, а два самолета в Мюнхен, поэтому пожелание спортсменов, чтобы это просто не затягивалось. И будет еще салют. Разумеется. Валерий Николаевич, большое спасибо. Сегодня о предстоящем грандиозном спортивном событии мы разговаривали с исполнительным директором оргкомитета финального этапа Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске Валерий Мраченко. Мы желаем, чтобы все обязательно сбылось, без всяких там неполадок, недостач и всего прочего. И чтобы и спортсмены, и болельщики обязательно остались довольными. Спасибо. Чем еще?